С Городом. Радио. Молтком. Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся. Может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты. От этого воздух чище станет. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на Радио Болтком. Авторскую программу Константина Рангса. Климат-контроль. Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры. И всем ещё раз доброе утро. Программа Климат-контроль. У нас на прямой связи учёный, морской геолог, журналист, пишущий о науке Константин Рангс. Здравствуйте, Константин. Доброе утро. Добрый день. Добрый день. Ну и сегодня, я понимаю, мы будем говорить о вакцинации и о том, что всё-таки было очень красиво, всё планировалось на бумаге, и были такие радужные планы вакцинировать чуть ли не к началу лета всю Европу. И, тем не менее, эти планы сейчас дают сбой. Кто в этом виноват? Как говорится, что делать? И не заслоняют ли эти планы вакцинации какие-то другие глобальные проблемы борьбы за климат? Ну вот это как раз очень интересный момент, потому что сейчас всё переплелось очень такой тугой узел. На минувшие недели в Европе очень активно критиковали Еврокомиссию, ну то есть, по сути дела, Европейское Объединённое Правительство, во главе с её председателем госпожой Урсулой фон Дерляйн за то, что, собственно говоря, план вакцинации во всей Европе, во всём Европейском Союзе, он летит под откос. Ну, прежде всего, критиковали. И те документы, соглашения, которые были сделаны с так называемой Бигфармой, с крупнейшими производящими компаниями. Например, на канале Евроньюз рассказывали, что соглашения написаны таким образом, что могут толковаться как угодно, по сути дела, что и делают сейчас юристы этих самых крупнейших компаний. То есть, собственно говоря, они продают, в общем-то, не тем, на что рассчитывал Евросоюз. Евросоюз рассчитывал, что продадут нужное количество вакцин Евросоюзу, но Британия, она уже не в Евросоюзе, а она получает изрядную долю. Ну, подсуетились британцы, да, но Евросоюз теперь в очень большом расстройстве, почему, собственно говоря, производители вакцин их так подставляют. Кроме этого, ведь были же именно надежды на то, что именно вот эти три вакцины, две американские, ну, одна американо-европейская, американо-немецкая, это Pfizer, да, BioNTech, вторая это американская, чисто американская Moderna, и третья шведская, британская AstraZeneca, да, что вот эти три вакцины решат вопрос. Плюс идут еще там, еще несколько вакцин как бы второго эшелона, да, но вот эти три должны были решить первичный вопрос, и уже весной, в общем-то, должна была вовсю идти вакцинация. Сейчас разговоры о том, что в ближайшие месяцы массовая вакцинация так-то не произойдет в Европейском Союзе. И поэтому очень многие депутаты Европарламента, например, они критикуют Еврокомиссию, то есть правительство, и в первую очередь госпожу Урсулу фон дер Ляйен за то, что они просто не справились. То есть вот вышло такое вот серьезное дело, а не получилось. А в чем причина все-таки? Вакцин, количества вакцин не хватило, не смогли эти международные фармацевтические компании, которые производили вакцины, обеспечить то, что они обещали, или что? Ну вот так вот они обещали, а не получилось. В одном месте обнаружилось, что не могут закупить необходимое... Там же вакцина же не просто водичку разлить, там же должны разные составные части. И если у вас нету одного из ингредиентов, то это уже, пардон, не вакцина, а полуфабрикат какой-то. И вот, собственно говоря, вот вы все как бы всем готовы, а вот последнего у вас нет. Ну что делать? Вы ждете, пока вот все появится. И все планы, которые у вас были, наполеоновые, летят псу под хвост. Вот и вся песня. То есть на самом деле это реальность. Об этом, если бы, так скажем, европейские чиновники в этом смысле были более опытными менеджерами, которые умеют работать в кризисных ситуациях, они бы понимали, что если план, условно говоря, 100%, то дай бог выполним на 70%. Вот из этого надо исходить. А то еще лучше на 50%. Потому что если у нас будет чуть избыток вакцин, мы с широкого барского плеча передадим его, например, народам Африки или, допустим, Юго-Восточной Азии или Латинской Америке. По программам, которые существуют, ООНовские программы помощи. И это будет и политически красиво, и с другой стороны, а вот к этому моменту уже мы своих всех привьем, да? А тут выясняется, что не то, что кому-то помогать, себе самим уже не получим. И ведь очень некрасиво вышла ситуация, когда вроде бы такое братство европейских стран распалось на наших глазах, когда мы видим взаимные обвинения. Но я бы сказал, это такая коммунальная кухня, где вдруг начинают с виду интеллигентные люди собачиться, простите за такое уже грубое слово, и обвинять друг друга во всех смертных грехах. То есть вот разговоры политиков напоминают вот именно какую-то такую склочную коммунальную кухню. Вот это действительно, в этом тоже идет речь о том, что стоило вот какой-то, стоило появиться серьезной проблеме, и вся вот эта европейская солидарность, она тут же начала трещать по швам. Она уже один раз трещала, когда пошли беженцы. Пять лет назад, да? Но сейчас это вообще уже становится неприлично. Дошло и до неприличия. Каждый решает сам, как он будет защищаться. Франция, вон, взяла никому не приезжать из-за пределов ЕС. Все. Вот решили очень хорошо. А как быть, если человек прилетел, условно, ГФ, в какую-нибудь Германию, а потом из Германии перебирается уже во Францию. Вот тут начинаются нюансы. Но есть еще ведь важная вещь. Здесь, что ведь вакцина, это же и борьба с ковидом, это же и вопрос еще финансовых убытков. Ведь когда год назад госпожа Урсула фон дер Ляйм предлагала свою знаменитую Green Deal, зеленую сделку, там 750 миллиардов, даже больше евро, переход на зеленую экономику, ведь тогда же никто о ковиде-то серьезно не думал. Никто не думал, что практически грохнется туристическая индустрия. Да и не только туристическая индустрия, индустрия ресторанов, ведь в рестораны ходят и свои местные жители, она тоже загибается. И развлечения все практически, концерты культурные. Да, и на все, что можно так назвать, и вовлекательной индустрии. Тоже много людей в Европе этим заняты. А плюс еще ведь кроме этого торговля. Ну, извините, это довольно смешно звучит, что трусы по интернету покупают. Шутки шутками, но действительно очень большие убытки. Им остается только посочувствовать. Ведь эти люди, которые работают, например, в розничной торговле, эти люди не миллиардеры. Это, можно сказать, соседи, которые живут в тех же самых панельных домах. Ну, вот у них какое-то маленькое дело было. А сейчас это уже не дело. Их никто не страхует. Страхуют вот гигантов, которые вот авиакомпании национальные, вот их страхуют. Им дают деньги, потому что да, это как бы надо. Получается, что тем, кто богаче, тем дают больше. Это вызывает, условно говоря, бешенство народных масс. И все прекрасно понимают, что все-таки уж по крайней мере, пенсии и пособия платить надо. И вот на этом фоне зеленая сделка начинает выглядеть уже, знаете, типа того, что нам бы сейчас не утонуть. А уж о чистоте воды мы будем думать уже, когда вылезем на сушу. Ну, это логично, да? Сейчас нужно, что называется, спастись. И вот тут-то появляются конкретные деньги. Вот я только одно назову. Ну, например, год назад, когда говорили о том, что поляки должны перестать получать электричество и отапливаться углем, поляки сказали, а как это мы сделаем? У нас 80% генерации всей на угле. 80%. Ну, а что? И вот тут-то, значит, им сказали, а мы вам отвесим 40 миллиардов евро, чтобы там начали переделку. Там много что планировали, много интересных вещей, положительных. Они молодцы, они решили плавно переходить на атомную энергетику, переучивая людей, выводя на пенсии своих шортеров. Но к настоящему времени стало ясно, что никаких 40 миллиардов не будет. Будет 17. И то еще неизвестно, когда эти миллиарды появятся. Понимаете? И поляки начинают становиться, в общем-то, в такую позу о том, что вы же обещали. А им говорят, а что можем сделать? Ковид? Та же самая похожая проблема, например, с нашей любимой Рейл Балтика. Кто бы спорил, хорошо, чтобы была такая скоростная дорога, все это замечательно. Но весь вопрос о том, что, а где деньги? Наши балтийские маленькие экономики тоже, прямо скажем, не в состоянии потянуть такую многомиллиардную инвину, работу. Рассчитывали на подарки со стороны Евросоюза. Как бы потому, что дорога-то должна быть электрическая. Соответственно, это экология. Грузы будут идти не на загрязняющих атмосфер, в грузовиках дизельных, а на электричестве, на электропоездах. То есть, казалось бы, все хорошо. Но у Евросоюза с деньгами проблема, как вот мы уже сейчас видим. И сейчас, естественно, наши правительства требуют, пытаются вот как-то надавить на Еврокомиссию, чтобы все-таки деньги дали. А тут еще надо отметить, что те же самые финны, которые сейчас очень критично смотрят, у них у самих свои проблемы есть, и вкладываться в какие-то непонятные для них проекты, которые, в принципе, грозят им безработицей докеров и моряков, а у них сильнейшие профсоюзы, которые могут на следующих выборах сделать очень большую указу тем партиям, которые поддержат вот этот вот проект. То есть, рыл Балтика для Финляндии не очень, ну, невыгодно, потому что они рассчитывают на перевозки грузов морским путем. У них прекрасно развитая инфраструктура связи с Центральной Европой по морю. Стоит побывать, посмотреть, допустим, порты. Это и Хамина, и Котка, и Хельсинки. Это я так вот по очереди иду. Вот, потом Ханко порт, порт Турку. Видите, у них отлично все налажено. Мало того, они эти корабли, суда, точнее, они сами и строят. Сами же делают на них двигатели. То есть, у них для моря прекрасно налажена инфраструктура. Там работают десятки тысяч квалифицированных финских рабочих. А, я не говорю про докеров. Это те, кто все это обслуживает. Про экипажи этих судов. То есть, это наклаженная система. И вот, что еще интересно. Если, когда поначалу говорили о Рейл-Балтик, что там могут носиться пассажирские поезда со скоростью чуть ли не 300 км в час, и чуть ли это будет прямой путь, и доедем там за каких-то там 8 часов до Берлина и Сталина, это было одно. А когда выясняется, что, например, грузы будут идти со скоростью 90-100 км в час, ну, пассажирские 200, а грузы очень мало 100 км в час, то возникает вопрос, а сколько же этот груз будет идти до Центральной Германии? Вот. А тут есть очень интересная цифра. Скоростные паромы, финские, грузовые паромы, идут 20 часов из Финляндии до Германии. При этом, что происходит? Рабочие отдыхают, ну, в смысле водители, отдыхают себе культурненько на борту. Я ездил на этих, ходил на этих паромах, прекрасно, все замечательно организовано, развлекаются, смотрят кино, играют в игры, спортом занимаются, и тем самым благополучно себе двигаются в Германию. 20 часов. Через 20 часов они оказываются, они в порту, допустим, того же Ростока, и все, и они уже в Германии. Никаких сложных процессов, там перегрузок нет. А тут смотрите, что сейчас получается. Ну, вот вы загрузите этот контейнер, и он поедет, этот контейнер, тежит почти 20 часов до Германии. Это мы тогда таким образом наносим ущерб водителям, им же работать надо, кормить семьи. Но уносим ущерб суда владельцам и к этим самым работникам. Я хочу сказать очень интересную вещь. Я в Финляндии видел, как в такие вот моменты объединяются, несмотря на свои классовые различия, предприниматели и рабочие. Потому что владелец судно теряет те же самые убытки, как и его работники. И поэтому они выходят, выходят единой силой. И это очень важный момент. Я был свидетелем, как, ну, это сколько, 18 лет назад зеленые не хотели разрешить строительство новой атомной станции в Финляндии. Так как раз вышли к стенам парламента профсоюзы и конфедерации предпринимателей. И они четко объяснили, что предпринимателям для того, чтобы развивать производство вообще, нужна дешевая электроэнергия. Вот нужна им электроэнергия. А рабочим нужны рабочие места. И они понимают рабочие на то, что никакой предприниматель не будет ничего открывать в том регионе, о чем шла. если там не будет дешевого электричества. Вот и все. И вот это, я думаю, как раз и приводит к тому, что финны отказались от этих непонятных инвестиций в железную дорогу, от которых прибыли им особо никакой, а головной боли зато очень много. То есть получается, что придется этот груз, который прибыл по железной дороге, затем перегружать на уже какие-то транспорты поменьше. Ну, то есть я понимаю, на авто какие-то чтобы развести, да? Ну, разумеется, потому что это так везде происходит. Весь вопрос, откуда вы этот контейнер привезли. Вот, например, мне не так давно удалось общаться с одним экспертом из Германии, очень высокопоставленным, и он прямо рассказал о пользе, например, как они хорошо видят, например, перспективы Трансфиба. Потому что сейчас уже идут экспериментальные перевозки, опять восстановление этой системы, грузы, контейнеры из Японии в Европу по вот этой железной дороге через Сюсибирь. Но мой собеседник раскрыл это еще глубже. Он объяснил, что, например, существует в Юго-Восточной Азии и Китае и другие страны растет, прорастает железными дорогами. И это означает, что там формируются свои новые хабы, которые расположены довольно далеко от берега моря. И им уже в Европу везти контейнером морским путем невыгодно. Им гораздо выгоднее выйти на сибирский тракт, так сказать, и везти этот контейнер уже до Европы. А там уже дальше нюансы есть. Можно эту дорогу европейскую колею затянуть куда-нибудь в Европу, поставить там хабы, но все равно, когда этот контейнер пришли в Европу, допустим, в ту же Польшу, то вот там их как раз будут разбирать на автомобили или на другие местные поезда. Потому что главная задача доставить с одного конца континента на другой. Вот тут понятно, тут железная дорога безальтернативна. А вот когда у нас расстояние с одного конца моря до другого, по сути дела, смотрите, 800 километров, и то вот такой лукой, вот возникают проблемы. И вот надо заметить, что кроме вот этого дефицита финансов, которые вот сейчас наблюдаются, появляется еще один страх в Евросоюзе, это опасность новых вирусов. Стало понятно, что не дай бог сейчас еще какой-нибудь вирус придет, и тогда всей нашей пирамиде, всему нашему карточному домику придет конец. Какие есть вирусы, откуда они появятся? Сейчас разговоры идут о том, что они могут появиться из таких стран, как Малайзия, Индонезия. Там обнаружены вирусы, которые циркулируют среди местных животных. Казалось бы, ну циркулируют они себе там среди животных, да? Там, например, хищные мыши есть летучие. Ну и пусть они себе циркулируют, но проблема то в чем? Проблема то в том, что эти страны активно разрушают свои леса. А разрушают они их не просто так, что им хочется, они сажают там масляничную пальму. А почему они сажают масляничную пальму? А потому что Европа второй милей, по-моему, после Китая потребитель пальмового масла. Оно дешевое, в чем я хочу сказать очень важную вещь. Пальмовых масел два. Их два. Их постоянно путают. Первое масло, это все равно, что вот пот, из которого выжимают масло. Оно оранжо-красного цвета. это аналог нашим обыкновенным маслам. Но внутри семечка белого цвета, из него тоже выжимают масло, оно называется косточковое пальмовое масло. Оно плавится вот как раз при 38 градусах. И очень часто люди, описывая пальмовое масло, одно, вот это, из мякоти, ставят, например, ой, пальмовое масло, мы прочитали, что у него температура плавления 38 градусов. Это два разных продукта своим физическим и даже химическим свойствам. Но и то, и другое имеет свой рынок сбыта. И вот что очень важно. А почему эти нужно пальмовое масло? А потому что это уникальное совершенно растение, которое дает 4 тонны масла с одного гектара. Представьте себе, 4 тонны, 4000 килограмм. 4000, представьте 4-литровые бутылки. Это очень хорошие деньги. Это позволяет им содержать людей, кормить людей. В общем, собственно говоря, на этом базируется экономия. Может быть, дать им денег, чтобы они, ну, как нам дали, дал Евросоюз денег, чтобы мы не производили сахар, точно так же дать денег, чтобы не производили они пальмовое масло. Вот дальше возникает вопрос. В декабре начался скандал, когда Европа заявила, что она не будет покупать, по-моему, у Малайзии, а не две, Индонезия и Малайзия держат 90% рынка пальмового масла, что они не будут у них покупать пальмовое масло. На что Малайзия сказала, а мы не будем покупать ваши боевые самолеты. Это очень богатые страны, очень населенные, и они большие покупатели вооружения. И покупать они должны были европейского производства самолеты. А самолеты стоят дорого, и это поддержка национальной промышленности и, кстати, высоких технологий. Как известно, первыми высокими технологиями делаются для военных. То есть это фактически поддержка крупных инвестиций в будущее. И речь не о двух самолетах идет, а о больших партиях, гораздо больше. точные данные там разнятся. Так вот, что интересно, получается, что с одной стороны, как бы, Европа и выступает против вот этого пальмового масла, и в том числе, потому что гибнут леса, а в этих лесах живут летучие мыши и прочие всякие животные, которые носят в себе такие вирусы, от которых этот вирус ковида покажется легким чиханием, потому что там смертность 70-80%, и передаются они точно так же легко. Вот как быть? По идее бы нужно прекратить там все, и наоборот вырубать пальмы, сажать, восстанавливать дикие леса. Ну, за какие деньги? У Евросоюза уже, как видим, сейчас с деньгами как-то стало не очень хорошо. Вот, Америка поможет, в Америке свои проблемы, и тут выясняется еще одна вещь, что, как вот заявляют эти страны, простите, но ведь 20 лет назад именно вы, европейцы, подтолкнули нас к развитию пальмового дела. Ведь пальмовое масло не только в пищу идет, из него биотопливо делают. То есть малазийцам и индонезийцам советовали вырубать леса, выращивать пальму, получать масло, из которого делают биодизель, который добавляют европейский обыкновенный дизель. Очень такая была красивая программа, да, экологическая. И что мы имеем сейчас? А сейчас получается, что этим же людям говорят, ой, простите, мы все переплыли, никакого там эффекта не будет, зато вот вы нас всех тут своими вирусами заразите. Так не стали бы европейцы поддерживать эту пальмовую программу, то глядишь бы, и эта зараза бы не вылезала, жили бы себе эти мыши там у себя в джунглях летучие, и все было бы хорошо. А просто именно начинается тогда, когда люди активно внедряются в природу. и какое здесь может быть решение, потому что действительно второй такой вот пандемии, да еще со смертью 70-80 процентов, я не слабо по себе представляю, как мы переживем. Ну, тут как раз возникают проблемы, вторая пандемия, это означает полное прекращение всех международных контактов, изоляция, и все понятия туризма, да, они все сразу умирают на корню. Какой туризм? Для того, чтобы выжить, нужно, извините меня, полностью закапсулироваться. То есть проблемы действительно существуют, и вот сейчас, на этой неделе об этих проблемах стали говорить, задумываться, и увидели, что все так переплетено, что непонятно даже с какой стороны дергать за веревочку. Вот у нас есть звонок, может быть, наш слушатель подскажет, с какой стороны дернуть. Здравствуйте. Да, доброе утро. Я уже как бы говорил, что посмотрите на Чернобыль, не лезьте туда, и все, и природа сама все сделает. Уже все зажило, уже и коровы там есть, и все остальное. Константин, у меня к вам вопрос, а вот как мы сможем, есть ли атернатива углю? Вот скажем, в пример идет коксовый уголь, то, что расплавляет металл. Вот какой-то другой источник этого есть, вот Реал Балтик тот же самый, он же не будет перевозить уголь, сейчас мы не перевозим уголь, а все, в принципе, сталилитейные заводы, и металлообработка зависит только как бы от него. Вот альтернатива угля есть какая-то или нет? Ну, насколько я знаю, тут, конечно, хорошо бы металлурга спросить, но, насколько я знаю, что экономической альтернативы пока что коксующемуся углю, да, пока что не просматривается. Ведь, собственно говоря, что такое коксующийся уголь? Это практически чистый углерод. Вот, он, собственно говоря, для этого ты и нужен, чтобы можно было выплавлять металлы в домах. Но, что сделаешь? Вопрос такой, что коксующийся уголь это одно, а существует еще огромная разновидность углей, которые используются именно для сжигания в теплоэлектростанциях, для получения электроэнергии. И, например, в той же, и они очень, так скажем, соотношение их эффективности и их вреда гораздо больше, чем у углей коксующихся. И, посмотрите, Германия в основном топит свои теплоэлектростанции бурым углем. у него жуткая зольность огромная, выхлопы правда сейчас думают о том, как фильтровать, это есть технологии, но все это удорожает производство электроэнергии. Поэтому тут не очень понятно, чем, что можно заменить. Есть технологии, да, вот говорят о том, что будем использовать зеленые технологии получения водорода методом электролиза. А почему, например, не хотите развивать технологии производства водорода из метана? При этом есть технология, когда выделяется не углекислый газ в процессе этого производства, оно называется серый водород тогда, а превращается просто в графитную пыль, ну, углеродную пыль, которую можно захоронить где угодно или использовать, например, в других производствах. Но тут же сразу возникает политика, потому что если мы занимаемся вот этим самым производством водорода из метана, то сразу как бы выходит страшный Газпром на аванс который производить его может много, метана у Газпрома на валом, и главное он же по трубопроводам, по этому же северному потоку может водород гнать в Европу необходимый для экологии. Вот какая проблема? Вообще этот политический элемент он огромный и надо сейчас понимать можно видно как он в зависимости от ситуации как он меняется. Когда были большие надежды на вакцинацию возвращаемся к ней вы начали ведь смотрите как несчастный этот спутник ругали вида как его полоскали ой он сомнительный и же непонятно как его забодяжили и что-то они там сделали там все ну в России например в так называемой продвинутой публике стало модным ожидать вот наконец-то придет настоящая вакцина а этим мы даже не собираемся примеваться ну ладно тогда все стало сыпаться вот с вакцинацией тут стали говорить о том что вот неплохо бы подумать об альтернативных вариантах тут вот смотрите у спутника ви статья в ланцете закончили вроде бы они свою третью фазу испытаний отчитались им же меняется совершенно тональность разговора вполне возможно через там месяц этот спутник признают в Европе ну в одной стране в Венгрии уже признали признают во всем Европейском Союзе и вполне возможно его сюда повезут то что он дешевый его легко возить проблемы головного головных проблем как его хранить нету в обыкновенном морозильнике хранить можно вроде как бы хорошо то есть получается что все-таки он как надо было относиться к этому вопросу вот это вот как раз и то же самое и с экологией выясняется что пока у нас все хорошо вот у нас экология на первом месте но как только у нас возникли реальные проблемы то экология начинает как-то медленно медленно куда-то там так уходить в сторону потому что очень хорошо когда у вас есть деньги вы отдыхаете на югах все замечательно послушать речь Греты Тунберг о том что нам нужно как бы теперь жить по-другому ну и буду я теперь сосать коктейль не через пластмассовую соломинку а через какую-нибудь бамбуковую или там фирменную металлическую да как мате чай таргетинский ну вот а когда выясняется что у вас вам говорят что единственный способ вам выйти в мир это электро это компьютер а у вас нету денег чтобы заплатить по счетам провайдеру потому что у вас ваш магазинчик закрыт давным давно или ваша кафушка и все и что делать и вот тут то уже все разговоры о хорошей о погоде о климате о том что вот сейчас вот сейчас разговоры о глобальном потеплении они очень интересно звучат особенно допустим для жителей той же самой России которая ожидается еще одна третья за год волна холода в Москве минус 30 кстати и у нас похолодает да у нас тоже ерунда потому что мы на периферии этого антициклона а то что там будет минус 30 под минус 40 когда люди сидящие в умеренном климате начинают говорить а че это вы так собственно говоря не выступаете против своего монополиста компании которая снабжает ваш город теплом вот тут хочется сказать ну правильно тогда закрывайте перекрывайте бастуйте откройте окна ну минут 30 вы проживете вот это очень важный момент я общался с людьми которые живут и работают допустим там в Сибири и которые да говорят он говорит что ну и коррупция и то и все пято-десято но у нас одна проблема у нас все что есть завязано на один комбинат и если этот комбинат перестанет существовать то возникает вопрос а куда нам деться и что с нами будет зимой поэтому это очень тоже важный момент и то есть тяжелые вот эти внешние воздействия я имею ввиду это и климат и климатические изменения и вот вирусные вот эти пандемии они четко показывают чего люди боятся по-настоящему и на что они будут откладывать деньги сейчас люди сомнительно что хотят допустим инвестировать в какие-то новые экологические проблемы вы дайте нам вакцину купите ее черт возьми да сделайте или лекарство или что-то еще но вы хоть что-то сделайте для нас это такое широкое мнение посмотрите социальные сети а им в свою очередь продолжают говорить о том что мы должны бороться за охрану окружающей среды сокращения выбросов углекислого газа какие выбросы углекислого газа у меня вообще ничего никакого газа нет то что у меня куча счетов я их не оплатил мне все это отключили вот так говорят очень многие люди пишут они не очень любят это говорить по телефону в эфире жаловаться как-то не очень но факт то что когда они как бы наедине со всеми в социальных сетях то такой мат стоит что страшно даже слушать поэтому я хочу сказать что в принципе то что мы видим сегодня это показывает о том что зачастую благие намерения благие планы они все могут висеть буквально вот на тоненького это случится Константин Дранкс программа климат-контроль каждую пятницу в нашем эфире спасибо большое Константин до следующей встречи до свидания хорошего дня на одной волне с городом радио